Евросоюз остается зависимым от российского газа, так как невозможно полностью перейти на зеленые источники электроэнергии, заявил РБК сенатор Владимир Джабаров в ответ на высказывание специального уполномоченного Чехии по вопросам энергетической безопасности Вацлава Бартушка относительно газового кризиса в Европе. Непонятно, на какую зеленую энергетику он рассчитывает. Зеленая энергетика – это вопрос будущего и весьма туманного, объяснил российский политик. Джабаров отметил, что на сегодняшний день углеводородная смесь крайне востребована во многих перерабатывающих областях нефтехимической промышленности. Также, по мнению сенатора, ошибка Бартушка состоит в том, что он говорит от лица всей Европы. Джабаров усомнился в том, что все страны Евросоюза солидарны с угрозами чешского политика. Он уточнил, что поступок Чеха выглядит недружественным по отношению к России. Схожей позиции придерживается и сенатор Сергей Цеков. По его словам, слова Бартушка не приведут к реальным действиям. Российский сенатор назвал их неглубокими и неумными. Европейские деятели глубоко не понимают процессы взаимоотношений Европы с Россией. Мы заинтересованы в сотрудничестве. Он собирается поставить Россию на место, а пострадает при этом Европа и Чехия в том числе, подчеркнул парламентарий. Европейский газовый кризис и есть результат перехода на зеленую энергетику, добавил он. К тому же, заключил Цеков, сложившийся в Европейском Союзе, ситуация показывает, что Европа не может обойтись без российского топлива. Ранее Бартушка призвал Европу перестать церемониться с Москвой и показать, что она ведет газовую войну, цель которой – навязать рынку свою позицию и продемонстрировать превосходство. Чешский политик обвинил в газовом кризисе неготовность стран-поставщиков к тому, что ЕС намерен полностью перейти на зеленую энергетику и избавиться от зависимости от нефти и газа. Ситуация на газовом рынке Европы резко обострилась в последние недели. Сегодня цены приблизились к исторической отметке – 1,2 тысячи долларов за тысячу кубометров. Эксперты связывают наступление кризиса с несколькими факторами – низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ газа, ограничением предложения со стороны основных поставщиков и высоким спросом на СПГ в Азии.